Наши герои совершенно разные люди, но всех их объединяет одно убеждение, что возраст лишь в паспорте, а в душе вечная молодость. Активный образ жизни и неугасающий интерес ко всему, что происходит вокруг, верные спутники людей, перешагнувших половиковой рубеж. Несмотря на почтенный возраст, современные пенсионеры Бреста и Кобрина дома не сидят. Их жизнь наполнена яркими красками и насыщенными событиями. Очередное доказательство этому – встреча, состоявшаяся в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района города Бреста. Все участники, которые не только поделились друг с другом впечатлениями и опытом, но и в процессе визита на организованном концерте, проявили свои творческие способности в хоровом и сольном пении. Что в этом возрасте нужно? Это самое главное – это встреча, общение, это, можно сказать, дружеская беседа за чашкой чая, которая сегодня будет все сделана. Я думаю, что от этой встречи обе стороны получат позитивное настроение и дальнейший, скажем, положительный адреналин для дальнейшей жизни. Я не знаю человека, который смог бы прожить в одиночестве. То есть людям в любом случае надо общение, как бы они замкнуты или открыты не были. Поэтому я думаю, что это не только для граждан пожилых и для молодых это важно, и для людей среднего возраста. Это для всех важно – общение, знакомство, новые идеи какие-то, что-то принять, чем-то поделиться. Мы приехали для обмена опытом, чтобы наши коллективы могли пообщаться, познакомиться поближе, выступить друг перед другом, показать свои таланты. Организовать продуктивный и интересный досуг для представителей элегантного возраста – задача не из простых, но выполнимых. Кажется, чем еще можно удивить тех, кто сам не перестает удивлять окружающих своей нескончаемой жизненной энергией и активностью. Сотрудники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Брестского и Кубринского территориальных центров с этими задачами справляются на отлично. Когда люди уходят на пенсию, важно, что ты нужен, что ты не один, что рядом есть друзья, твои единомышленники. Мы можем вместе попеть, пообщаться, попить чай, вспомнить о молодости, конечно, спеть песни любимые. Поэтому общение с людьми пожилого возраста, с мудрыми людьми, я думаю, это всем приятно. Я от них, конечно, многому учусь, беру пример с них, потому что, поверьте, есть чему у них поучиться. Жизнь этих людей настолько многогранна, что молодое поколение могло бы позавидовать их деятельности. Например, только в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста функционирует 18 кружков и образовательных программ по интересам – спортивные, культурные, психологические и многие другие. Обучение компьютерной и юридической грамотности, знакомство с иностранными языками, постижение азов массажа и шведской ходьбы – это далеко не полный список увлечений и занятий обладателей золотых лет. Их возраст им в радость, в этом сомневаться не приходится. Уже мы такие, как бы, не совсем молодёны, ну или не совсем старые. Ну и чекаво вообще, и для здоровья. Мы ходим всюду, мы и в Ленинске, и в Московске ходим. Идем на Скандинавскую, идем на театральный, и рукоделие, и очень психология мы ходим. Ну, почти на все кружки. Уже на часу не ходить, на все ходить. Ну, пять разов в неделю. Ну, куда более. Виктория Саченко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.